Юбилейный вечер – хороший повод пообщаться в непринужденной обстановке, принять букет поздравлений и встретиться с почетными ветеранами цеха. В первую очередь, да, поблагодарить тех ветеранов труда, которые были у истоков создания цеха, благодаря которым у нас цех образовался, ну и, конечно же, те, кто продолжил их путь. Ветеранов более 100 человек. На сегодняшний день мы отбирали по стажу работу, конечно, пришло меньше. Но я думаю, у нас еще не последний юбилей, мы всех поздравим наших ветеранов труда. У большинства этих людей в трудовой книжке всего две записи. Первая – принят на ВСМПО, вторая – уволен в связи с выходом на пенсию. Между этими датами – любовь, свадьба, рождение детей, обретение статусов дедушек и бабушек и тысячи событий в родном цехе, событий разных, радостных и грустных, из которых и сложилась целая жизнь. Вот работаю я в этом коллективе, и ему большущее спасибо всем дружникам цеха 13, бывшим и теперечным. Спасибо им за то, что они понимали всегда, выполняли то, что было им поручено, добросовестно, качественно. Среди гостей праздника были и коллеги из других цехов предприятия. Так, например, Константин Носков, начальник цеха номер 31 ВСМПО, который завершил свою поздравительную речь вручением подарков сотрудникам, чьи фотопортреты размещены на цеховой доске почета. Эстафету поздравлений подхватил директор по сбыту корпорации ВСМПО «Ависма» Николай Чуланов, который вручил 35 благодарственных писем лучшим работникам 13-го цеха. Наши службы часто соприкасаются по различным вопросам, по вопросам ангузских, в основном в адрес заказчиках. И хочу, пользуясь случаем, сказать большое спасибо вам, что вы нам помогаете решать любые по сложности вопросы. Идете на встречу, невзирая на время обращения, на сложность выполнения. Поздравляю вас с юбилеем. Конечно же, прежде всего, хочется пожелать вам большого здоровья, вам и вашим близким. Больше приятных, радостных моментов в жизни. Сохранить и приумножить те традиции, которые вы накопили за эти 60 лет. Просто вот выступление показывает, что у вас очень много талантов. Да, талантов в 13-м не меньше, чем адресов, куда цех отгружает продукцию предприятия. Как выяснилось, на празднике они стихи пишут и вокальным мастерством владеют. Громкими аплодисментами зал оценил выступление Антонины Вернигоровой. А Эдуарду Красовских, исполнившему песню «Парень с гитарой», подпевал весь зал. Кто это, кто это, кто это, парень с гитарой? Вчера эта песня звучит, не смолкая от роды. Кто это, кто это, кто это, парень с гитарой? Это же я, я тебе объясняю с любви. Под бурной овации зала, букеты и подарки получили ветераны подразделения юбиляра. Чтобы цех просветал, работал больше, было бы чистота в цехе. Вы знаете, как хорошо, когда я читаю про 13-й цех. А когда я узнала, что я буду присутствовать, я даже плясала. Дома ушла, газ горит, правда, вот честное слово. Знаете, как было мне здорово. И перед дедом я 25 лет на пенсии, 25, и меня еще приглашают. После завершения праздника гости не спешили расходиться. Они разглядывали выставку цеховых фотографий, вспоминали рабочие будни и делились планами на будущее, которое у цеха отгрузки в СМПО обещает быть весьма успешным.